В апреле на площадке, где возводится проектно-конструкторское технологическое бюро Сывалмаш, начались сразу два новых строительных этапа. 1 апреля стартовали бетонные работы на первом этаже складской части здания. Строители осуществляли прогрев грунта и металлоконструкций. После достижения оптимальной температуры приступили к заливке карт под бетонки, занимались теплоизоляцией участков примыкания пола к стенам. В течение апреля строители завершили подбетонку во всей складской части здания на первом этаже. 12 апреля начались работы с внешними инженерными сетями. В частности, приступили к земляным работам, в том числе демонтировали плиты временной дороги по левую сторону здания. Кроме того, на строительную площадку были доставлены трубы и железобетонные конструкции. Также в течение всего месяца строители монтировали внешнюю облицовку стен, устанавливали окна, осуществляли кровельные работы, выполняли противопожарную обработку металлоконструкций внутри здания, монтировали межкомнатные перегородки на втором и третьем этажах, работали по многим другим направлениям. Здание ПКТБ начинает приобретать все более завершенный вид не только снаружи, но и внутри. На интернет-ресурсах особой экономической зоны «Технополис Москва» опубликовали фоторепортаж со строительной площадки компании «Савелмаш». В нем рассказали о строительстве ПКТБ, возможностях будущего предприятия, а также поделились свежими фотографиями стройки. В посте особенно отмечается самодостаточность будущего ПКТБ и его готовность к импортозамещению. Вслед за этим на сайтах Московской мэрии и «Технополиса Москва» разместили статьи о двигателях с совмещенными обмотками «Славянка» для бытовых приборов и инструментов. В статьях отмечаются повышенная энергоэффективность, мощность, надежность, сниженные шумы и вибрации по сравнению с традиционными электродвигателями. Кроме того, в публикациях рассказывается о строительстве проектно-конструкторского технологического бюро «Савелмаш», которое будет разрабатывать инновационные моторы. В Китае выпустили новую модель гольфкара с солнечной батареей и мотором совмещенными обмотками. Об этом сообщил партнер «Савелмаш» и руководитель компании ISOPP V-High Виктор Арестов. Модель отличается усиленной подвеской и увеличенными колесами размерами 10, 12 и 14 дюймов. Гольфкар предназначен для езды по бездорожью. Энергоэффективный двигатель DA100SL позволяет автомобилю передвигаться на солнечные энергии без подзарядки от сети. Еще одна разработка ISOPP V-High Electrocar Logia P300 вскоре получит европейский сертификат и отправится в Испанию. Кроме того, компания Виктора Арестова разработала новый двигатель с совмещенными обмотками на базе мотора DA95S. По словам Виктора Арестова, завод, на котором будут выпускаться новые моторы, сравнивает их с магнитными аналогами. Двигатель со «Славянка» превосходит магнитный и по эффективности, и по мощности, и по скорости, а по цене дешевле на 50%. Компания Solar Group анонсировала открытие национального представительства в Колумбии. Конференция, приуроченная к этому событию, пройдет в городе Йопаль 14 мая. Участники мероприятия получат исчерпывающую информацию о проекте двигателя Дуйнова от топ-менеджеров компании Solar Group Павла Шацкого и Павла Филиппова. В роли спикеров также выступят представители компании Стин Андрей Лопов и национальный партнер в Колумбии Елена Лазада. Кроме того, участники событий увидят вживую двигатель с совмещенными обмотками DA90S и узнают о специальных предложениях, которые позволят им инвестировать выгодно. Следите за развитием проекта двигателя Дуйнова вместе с нами и делитесь новостями с друзьями и коллегами.